МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Сергей Филиппович, Юлия. Здравствуйте. Давайте начнем с самых ярких, приятных впечатлений лета, так как оно уже завершилось. Наверное, есть что вспомнить. И что первое приходит. Первое, что приходит, это действительно завершающийся сезон. К чем он завершился? Это важно отметить. Почему? Потому что наконец-то мы не просто представили только новое издание театра, а мы сыграли первую премьеру нашего театра «Горе от ума». Это произошло как раз 10 и 11 июля. И так мы завершали наш, в общем-то, сезон. Достаточно хорошо, интересно. Было много зрителей. Нас поздравляли, мы зрители поздравляли. И считаем, что, в общем-то, этот спектакль удался. Такой интересный, очень хорошие есть работы актерские. Замечательный художник Данил Кириллу, который с художником по костюму сделали интересное оформление костюма. Словом, это было такое удачное завершение сезона. Такая точка, но в то же время в развитии. Потому что дальше мы тоже продолжаем открывать именно эту сцену, утверждать эту сцену. И в будущем сезоне уже, который совершенно верно, 89-й, но мы говорим 89-й, 90-й не случайно. Потому что он тоже будет определенным образом юбилеем. Нам исполнится 90 лет в 2020 году. Но там уже новые премьеры пойдут именно в октябре месяце. Это Иванов. Мы предполагаем, что все-таки состоится, будет, да. И в окончании года, 11, 12, 13, 14 декабря, увидят спектакль по знаменитому произведению Беретольда Брехте «Тергрошовые оперы» в постановке Доминика Бютнера, немецкого режиссера. Вот это будут те самые... Это в новой, на новой сцене. А наша прежняя сцена, которая продолжает работать в своем репертуаре, естественно, и будут тоже два детских спектакля, которые, в общем-то, по программе «Театры детям» и по программе Министерства культуры Российской Федерации. Кстати, это тоже... Мы всегда выделяем, что «Единая Россия», которая курирует этот проект для детей специально. Это будут два спектакля, которые, в общем-то, мы представим на суд нашего зрителя в постановке наших молодых режиссеров, что хочу сказать, именно Дмитрия Добрякова и Татьяны Наумовой. Это «Волшебное кольцо». Да. И «Красавица». И «Чудовище». Да, вот такие дети. Да. Ну вот Сергей Филиппович в развитии смотрит, в будущее смотрит. А я хотела услышать, потому что слышала об этом, что у вас были гастроли в Японии. И я думаю, что это все равно переворачивает сознание, когда едешь в такую страну. Поделитесь впечатлениями. Юля, судя по горячим глазам, там тоже была. Возглавила. Возглавила даже. Да, была удивительная у нас поездка, замечательные гастроли. Это, представьте себе, другой конец света. 21 человек летит из Самары на остров Окинава. Да. Вот. Конечно, были разные приключения в пути. Вот. Приятные, потому что мы познакомились с другой культурой. Да, вот наши фотографии. Это мы у здания театра, в котором мы выступали, национального театра в городе Урасое. Значит, репетировали. Это зрители, которые собирались. Вот японские зрители, они очень сдержанные, поэтому мы... И финальные реакции не могли понять, да? Да, да. Очень переживали. Я сидела в зале, наблюдала за всеми. То есть, такие лица без эмоций, то есть, они внимательно следили за происходящим на сцене. Но в финале, когда это был шквал аплодисментов, я не могла сдержать слез, потому что вот это все волнение. Наши артисты говорили о том, что это были самые... Вот два показа было спектакля, это были самые эмоциональные для них. То есть, показы, да, настолько они тоже ждали. И такая сила была, вот эта энергия в зале. Все были счастливы. На самом деле, было ощущение счастья после двух показов. Вот удивительно, да? Конечно, все были изнемождены до предела. Но удивительно и здорово нас приняли. Я хотел бы вот добавить тоже здесь в развитие этого действия, этого года именно. Дело все в том, что этому фестивалю в Японии исполняется, исполнилось 25 лет. Четверть века. Ровно в 94-м году мы открывали этот фестиваль. На первом фестивале были, да. Замечательный спектакль «День рождения Ката Леопольда» и «Цыганы» были там присутствуют. С тех пор вот началось наше знакомство. И мы в пределах, наверное, уже 6-7 раз мы были на этом фестивале. Мы желанные гости. И театры тоже этих фестивалей и Японии были у нас в свое время. И замечательный продюсер этого фестиваля, Хиза Симаяма, который поддерживает связь с Россией, любит Россию, любит российские театры. Поэтому там был и театр из Красноярска, который как раз тоже 25 лет тому назад. И театр из Ростова-на-Дону. Вот три театра, которые были. Молодежный драматический театр наш РАМ. И что хочу еще сказать, что этому фестивалю, значит, 25 лет, и нашему фестивалю «Золотая репа» тоже 25 лет. Да, 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 тоже четверть века. Четверть века. О чем расскажет тут тоже Юлия Юрьевна. Да, и у вас разнообразные виды театров представлены в этот раз, но, может быть, не только. В этот раз инклюзивные, пластические, визуальные и психологические. Скажите, пожалуйста, насколько публика готова вот к таким формам, такие формы воспринимать? Потому что привыкли уже к традиционному классическому. Как ни крути, публика на это идет тоже. В основном, как мне кажется. А здесь вот такие формы, и не всем они могут быть. Ну, самарские зрители, вообще театральный зритель, они уже подготовлены, наша репка уже 14-я, и мы всегда привозим разные формы, то есть показываем спектакли разных форм, направлений. Поэтому, я думаю, все ждут чего-то такого, чтобы восполнить, может быть, какие-то свои недосмотренные репки, какие-то формы, которые они не видели. Вот, и я уверена, что мы сможем помочь зрителям в этом, познакомить их, кто еще не знаком. И я думаю, что восприятие будет хорошим. Абсолютно, да. И всегда, вы знаете, мы все-таки стараемся придумать какое-то новшество в каждом фестивале. Вы знаете, что он называется? Лаборатория. То есть он проходит лабораторию, молодая режиссура, и многое, что привносит эти спектакли лабораторные, потом, вернее, наметки. Эскизы. Эскизы рождаются спектакли. Таких уже много. И самое главное, что, понимаете, вот сейчас, чем мы тоже хотим удивить, как-то было несколько лет тому назад. Наш арт-директор, это Михаил Михайлович Бартенев, известный драматур, да, он такой сочинитель. И всегда чуть-чуть движется вперед. Вот несколько лет тому назад были представлены три спектакля «Алые паруса». Драматический наш театр, потом театр «Рамп» был, и один театр, если я не ошибаюсь, Катеринбургский тоже был. Совершенно разные спектакли. То есть один спектакль, три интерпретации получается, да? И фестиваль был назван «Под алыми парусами». Вот «Под алыми парусами». А сейчас у нас тоже в этом году есть своя изюминка тоже. Это три спектакля разных театров «Ромео Джулетта». То есть «Любовь, любовь, любовь». Да, «Любовь». Интересно вот тоже решение. Разные театры. Это наш театр, который участвует, «Ромео Джулетта». Это «Малый театр». А иностранные коллективы, они что-то привносят новое? Вы вот на них... Вот иностранные коллективы тоже привносят. Можете тоже у них что-то взять? Потому что разные же подходы. Как бы не говорили, что театр есть театр, на сцену, артист, артист. Но в любом случае это разные. Конечно. Вот, кстати, в продолжении разговора Сергея Филипповича о том, что один из спектаклей «Ромео Джулетта» привозит коллектив из Копенгагена, Дания. Это будет в жанре пантомима спектакль. Очень интересно. Будет проходить на площадке камерной сцены. Как раз в день закрытия фестиваля 20 сентября. Да, очень интересно. Да, интересно. Как представить «Ромео Джулетта» только в пластике. Удивительно, да? Да, да. Ждем зрителей, чтобы они оценили, посмотрели. Вот все три спектакля, это было бы здорово. Чтобы наш театр, который представляет психологический театр с «Ромео Джулетта», то есть театр «Мало» из Великого Новгорода, который будет на площадке Самарской площади, тоже у них больше вербальный театр, где больше разговоров, речи, текста. И вот пластический спектакль «Фантомима». А французы? Французы, да, французы – это событие для Самары. Они же тоже такие вот придурщики, так скажем. Совместный с «Альянс Францесс» и французским центром в Москве. Конечно, они в основном оказали содействие, которые и смогли мы принять у себя этот коллектив из Лиона. Вот французский театр. Это у нас, вот подглядываю, «Новель Дженерейшн» из города. Новое поколение, да? Новое поколение, наверное, можно так перевести. Да, может быть, у меня английский, прошу прощения, там французский. «Новель Дженерейшн». Да, вот, наверное, точно. Это у вас даже получилось одно слово из одного языка, а второго из другого. Это как раз то, что происходит, наверное. Вот сейчас слияние это и происходит. Всех коллективов, спектаклей, взглядов, подходов как раз на вашем фестивале. Да, интернационально у нас все становится. Вот, и мы их ждем. 16 сентября у нас на площадке. Это будет у нас проходить два показа. Тоже интересный жанр такой, новый, для России вообще, я бы сказала. Потому что здесь будет направлен спектакль на три группы зрителей. То есть, значит, маленькие дети 8+, 12+, и взрослые. Вот. Как это будет? Вот, приходите, увидите, потому что не буду раскрывать всех тайн. То есть, содержание будет как-то меняться, подстраиваться под контингент? У каждого будет свой текст, я так скажу. Все будут слышать свое. Наши артисты, да. Естественно, спектакль, да, проходит на французском, во Франции. У нас это будет проходить на русском языке. И наши артисты будут озвучивать, да. Вот, да, интересно. Приезжает группа, работает. Уже мы записали голосоват правильно, нам все подтвердили, все подошло. Вот, будет запись проходить у нас в театре. И потом это будет транслироваться для заморских зрителей. А как, Сергей Федорович, происходит открытие нового театрального сезона? Наверное, у вас уже сложились свои традиции какие-то. И они из года в год повторяются. Вот именно, когда вы собираетесь с коллективом, и появляется что-то новое. И вы говорите немножечко, заглядывайте в прошлое. И, как всегда, по вашей привычке, смотрите в развитии. Вы знаете, вы все рассказали, в общем. Практически. Практически, да. Потому что так и происходит. Другое дело, что мы меняем числа так. И, вообще-то, у нас все это проходит с таким легким чувством юмора. Приветствия, во-первых, всех наших юбилеаров, которые мы действительно берет, чествуем. Это время, которое мы не могли, как раз в отпускном происходило. И все эти события, да. Наши новые работники, которые пришли, в данном случае... Вливаются в коллектив. Да, новый артист Евгений Клюев как раз был принят в труппу. Он такой свободным был художником в это время. Поэтому показался, и мы пригласили. Мы надеемся, что действительно у нас сложится такая интересная работа. Новый заведующий постановительной части у нас. Идется тоже Олег Викторович, вот, которого мы представили тоже. Поздравляю тоже с днями рождения, как всегда. Ну, рассказали о планах прежде всего. Задачи, которые определенно мы поставили. Второе, если во всяком случае, это делать не скучно, с юмором, с поездками. Совершенно верно, да, всегда. Это вызывало даже какие-то всегда улыбки, приветствия. Вначале приветствия от Адольфа Яковлевича Шапира, замечательная, который, в общем-то, тоже поздравлял. Он должен скоро приехать к нам. И еще хочу сказать, вот что остановиться на этот момент. Вот так, собственно, прошло, завершилось в доброй такой обстановке. И сразу же мы ушли, как говорится, на фронт. Там фронт наших театральных действий, да. Репетиция в Большой, в Новом Зале Иваново, в Малых, это Маугли, которые мы готовим сейчас тоже к показу спектакля в рамках фестиваля «Золотая репка». И другие спектакли, которые, да, кстати, экспериментальные сцены, это «Одиссея», которые, да, вот это тоже уже собранная, подготовка идет, потому что у нас три спектакля участвуют в фестивале. Ну, теперь оботкрытие фестивали самого. А можно мы посмотрим сюжет, как прошла ваша встреча с коллективом, а потом перейдем уже в развитие, в будущее. Самарт готов удивлять зрителей новыми постановками. Театр через несколько дней откроет новый сезон. Зрителей ждет не одна премьера. Так, благодаря федеральному проекту в рамках года театра «Театр детям», Самарт подготовил два спектакля – «Красавица и чудовище» и «Волшебное кольцо». На новой сцене, где в июле сыграли первую премьеру «Горе от ума», продолжится работа над спектаклем «Иванов» режиссер Анатолий Праудин и трехгорошовая опера «Режиссер Доминик Бютнер». Продолжит обновлять издание «Самарта» благодаря нацпроекту «Культура». На средства областного бюджета реконструирована вторая очередь театра, в которой сохранилась многофункциональность пространства. Зрительские места портера и амфитеатра могут складываться, освобождая место для сценических площадок. Просторных фойе новой сцены также планируют проводить мероприятия, встречи актеров со школьниками и студентами, а также небольшие представления. На сцене установлено самое современное оборудование, что позволяет на высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом. Работа на третьей очереди здания будет вестись на средства из федерального бюджета. Согласно намеченным планам, с мая месяца нового года будет установлена работа и начнется строительство, завершающая третья очередь, которая начнется в 2020 году, а должна завершиться в 2024 году. И тогда образуется полный, вполне самостоятельный, с всеми возможностями театральный комплекс «Самарта». Поклонники культового спектакля «Мамаша Кураж» не будут разочарованы. Постановку перенесут на новую сцену. Главная изюминка этого сезона – трехгрошовая опера «Бертольта Брехта». Проект вышел из лаборатории театра, создавался совместно с Гетт Институтом. Это будет мюзикл. Мы для себя поставили задачу вместе с нашим обожаемым режиссером Домиником Бютнером сделать стилизованную бродвейскую историю. «Брехт» – это система отчуждения, система отстранения. Это очень интересный такой способ существования. Театральный сезон «Самарте» откроют 31 августа. В этот день детям покажут спектакль «Храбрый заяц». А с 15 по 20 сентября «Самарт» проведет 14-й Всероссийский фестиваль «Лабораторию театров для детей и молодежи. Золотая репка». Фестиваль исполняется 25 лет. «Золотая репка» этого года держит курс на разнообразие видов театра. Инклюзивные, пластические, визуальные, психологические и прочие. В фестивале примут участие 12 театральных коллективов, в том числе из Франции и Дании. Давайте остановимся на вот этих экспериментах, на направлениях интересных, может быть, где-то новых для зрителя. Вот о чем вы сказали, что вы любите и новое показывать, и таким образом подключаете зрителя к себе. Вот о чем можно сегодня поразмышлять, поговорить? Ну, может быть, давайте поговорим про фестивальную, да? Сейчас, прежде всего, программу, я имею в виду, что мы нового такого, чего не было у нас еще в Самаре. Вот, смотрите. Очень интересно. У нас приезжает студия «Инклюзион» из Новосибирска. 23 артиста летят к нам из Новосибирска, включая детей инвалидов, которые принимают участие в этом спектакле. Как артисты. Со спектакля «Юшка», да. Это называется феномен обратной инклюзии, когда дети инвалиды сами принимают, не только смотрят, да, спектакль, когда инклюзия сейчас популярна, когда все наравне, все смотрят, одинаково приходят в театр, у всех доступные условия равные. Вот. Ну и вот дети инвалиды, ну не только дети, и взрослые, да, артисты, они принимают участие в спектакле. То есть они играют, они профессиональные артисты. Вот. И вот такой спектакль у нас будет. «Юшка». Спектакль мы ждем, будем встречать и смотреть, знакомиться с таким опытом. К тому же у нас работает не так давно, у нас новый сотрудник в театре появился, как раз который отвечает за инклюзивные программы в театре. У нас есть тифлокомментирование, у нас есть спектакль с тифлокомментированием уже в нашем репертуаре. А тифлокомментирование, поясните, пожалуйста, что это? Это, значит, работа со слабовидящими и незрячими людьми, когда они приходят на спектакль и могут полноценно видеть спектакль. Им раздаются специальные аппараты, наушники, где тифлокомментатор... Наша Катенька. Да, наша Екатерина Аверьянова заранее записывает визуальный ряд спектакля, описывает его. Ну, допустим, например, в комнату вошла женщина в красном, она подошла и какие-то ситуации описывает голосом, речью, да, вот объясняя, что происходит. И человек незрячий, он слушает это и слушает то, что происходит на сцене. Представляет. Он представляет, и даже зрячие люди, которые приходят в сопровождение, они слушали, да, да. Например, тоже мы им раздавали такие вот аппараты, и я тоже слушала. То есть, на самом деле, очень ярко получается, очень красиво. Двойной удар такой получается, да. Да, и, наконец-то, у нас зрители незрячие могут прийти и посмотреть спектакль полноценно. Вот, у нас четыре таких спектакля пока, но мы еще планируем адаптацию других спектаклей. И новые сейчас появятся спектакли. Да, и новые. Вот у нас, кстати, новые наши афиши, сентябрь-октябрь, да, у нас уже есть значки, такие наушнички, рядом со спектаклем, которые идут с тифлокомментированием. Пока у нас таких аппаратов 20, но мы планируем еще закупать, потому что люди счастливы, то, что мы, к чему мы стремим, зрители, да, зрители хотят идти, да. Вот, и бывает даже больше спрос, чем мы можем пока предоставить. Это, конечно же, все включено, как бы, бесплатно, то есть это в рамках, зритель покупает билет, аппарат ему выдается совершенно бесплатно, он также смотрит все. Вообще, я должен сказать, что отношение к инвалидам или к маломобилям граждан, как называют, но вообще-то они говорят о быть инвалидом, у нас особое внимание уделяется, и даже в пространстве нашего нового здания специально предусмотрен нулевой ряд, который является, как бы, первым, да, где места именно специально предусмотрены людей, и слабовидящих, слабослышащих, людей-колясочников, когда ряд может отодвигаться и закатываться коляски, удобные выезды. То есть, в общем, мы это направление, знаете, не разу какого-то вот взяли такого, а в очень важных, важных действиях, да, 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 потому что театр был далек от все-таки этой вот категории наших граждан, людей, детей особенно, да, и взрослых, да, хотя они очень самостоятельные все, но они чрезвычайно благодарны, и мы благодарны, потому что они приходят к нам, да. Конечно. И вот хотел бы продолжить, даже не знаю, в каком ключе эту тему, вы, как человек, который занимается всегда с литературными произведениями, героями, психологией, вникает во все это. Скажите, пожалуйста, человек меняется со временем? Вот ваше мнение какое? Вообще человек меняется? Как показывают истории, человек всегда меняется во все времена, и каждый раз мы все начинаем. Вот, смотрите, вот ехали к вам на эфир, и Юрий говорит, ну вот новое что-то такое появляется, новые формы. Вы знаете, свидетели, 25 лет тому, как она появлялась, это новая форма. А сегодня, я видел, в Японии тоже происходит одно из действий, культурное, где участвует театр Александринский со спектаклем, Валерий Фокин, вот рассказывает о новом тоже пространстве, решении, вот такая коба, такая прямоугольная. Это мы видели, я говорю, если по форме говорить, и там 25 лет тому, но сегодня тоже идет поколение, которое открывает, тоже эти шаги делают. Ну, как, собственно, и ребенок, первые шаги делают, так и поколение целое делает тоже шаги, и в театральном, в киноискусстве тоже многое, что открывает то, что было, может быть, уже открыто. Вы особое внимание уделили детям, и один из спектаклей «Храбрый заяц» Сергея Михалкова, который говорил, что, значит, сегодня дети, завтра народ. Вот мне просто интересно, как вы выбираете спектакль для детей? Вот на чем вы основываете вот этот выбор? Потому что их же много, произведений, автов и решений. Понимаете, есть что-то такое, любимое нами, из нашего же детства, из нашего представления, даже мы обращаемся к произведениям, которые когда-то давным-давно мы сами, ну, проходили в буквальном смысле, читали и прочее, и привносим, инсценируем, привносим в сегодняшний день. Вот одно из этих произведений, как раз «Храбрый заяц», который появился по предложению одного из авторов, очень совпали с нашими впечатлениями. Точно так же «Чухаха», которая идет, Чуковского. Да, это тоже, в общем-то, из того времени, или зримая песня, которая когда-то была создана для молодежи, для поколений. Это в Станогом, сейчас спектакль был студентов, это в Станогом. Мы тоже вспомнили об этом и захотели это сделать. У нас есть такой спектакль, зримая песня. В общем-то, многое, что на подборе, но появляющаяся сегодня драматургия современная, нас тоже интересует, поэтому некоторые спектакли экспериментальные, есть такие, ну, в частности, вот экспериментальные сцены, это уже придуманное и сочиненное «Одиссея». Казалось бы, да, на какое-то произведение? Нет. А это, в общем-то, сделано именно из экспедиции, родилась нашего режиссера, актера Алексея Илхимова и нашего режиссера, известного уже в России, Анатолия Правдина, которые действительно начали свой дрейф по Атлантике, шли на определенном таком маленьком суденышке, прошли через все испытания, рифы, всякие разные… Путь «Одиссея». Да, Путь «Одиссея». Подкреплено будет. Штормы, когда они себя привязывали в каюте, дрейфовали, и в то же время они находились у ролевой стойки. И потом, в общем, завершили, это продлилось примерно 30 дней, это было серьезное, серьезное испытание. И вот они пришли под этим впечатлением и создали спектакль, который получил свое развитие, воплощение, и как экспериментальная сцена нашей площадки будет представлен в фестивале «Золотая репка». Как и ревизор в постановке театра «Самарская площадь», тоже удивительный спектакль, тоже экспериментальная сцена. Юлия, я хочу попросить вас все-таки рассказать по датам по «Золотой репке», чтобы ориентировать зрителя, когда приходить, на что, когда покупать билеты, чтобы заранее подготовиться к просмотру. Билеты уже в продаже. Мы билеты постарались пораньше выпустить в продажу, чтобы зрители могли свободно, спокойно, за летний период приобрести их, как-то себе распланировать осень. Ну, начинаем мы 15 сентября. То есть 15 сентября у нас будет торжественное открытие на площади Чапаева и сквере имени Александра Сергеевича Пушкина. Значит, у нас сначала в сквере Пушкина будет спектакль уличного театра, эскизы в пространстве, из Москвы, спектакль «Белый лес». То есть зрители могут к ним совершенно спокойно прийти и посмотреть его. То есть бесплатно. Это подарок фестивалю зрителям. И прохожие могут тоже. Они могут прийти сверху Пушкина. То есть он будет показан где-то в 10.30 и в 14.30. Два показа у нас в спектакле. То есть мы не обличаем какими-то... В фестивале «Под открытым небом» вот в этом году в Самаре необычно. Она вот как-то воплощается очень активно. Это так привлекает горожан, так радует. И вы тоже поддержали. Да, это красиво и это доступно всем. То есть могут прийти, гуляя, посмотреть. Затем мы направляемся на площадь Чапаева, где будет у нас... Приедет сама Золотая Репка поприветствовать всех. Приветствовать. Да, всех пришедших жителей города и гостей. И мы приглашаем всех в театр драмы, где у нас будет проходить спектакль «Сказка о царе Салтана» Тверского тюза. Да, очень необычный жанр визуального театра. Вот. Будем выдавать секрет, да? Ну, мы сейчас куча использования, использования аппаратуры, которая есть, и которая может, в общем-то, представить, используя эту аппаратуру, разные костюмы, хотя вроде бы материалы все одни, а, в общем, можно делать разные рисунки. Ну, еще Юля тоже сейчас вот хотела тоже добавить, и я сейчас тоже, что будет необычное приветствие, естественно, Золотой Репке, которая отчитается за проделанную работу 25-летию. Это же юбилей, четверть века. Это же юбилей, все-таки, четверть века, да. Она доложит, как же это все происходило с 94-го года. И здесь по придумке тоже, по предложению нашего идеолога, это Бартелья Михайловича, мы откроем памятник замечательному, изумительному человеку, замечательному художнику, замечательному сценаристу, постановщику. Это Тонино Гуэрра, чей образ, который создан в Золотой Репке, буквально карандашом начертил, нарисовал эту репку. Она представлена теперь у нас в фарфоре, один к одному по его эскизу. И мы откроем монумент, не говорим памятник, а монумент именно Тонино Гуэрра. Там есть одна изюминка, о которой мы сейчас не будем говорить, но зрители, которые придут на спектакль, они могут тоже принять участие в открытии этого монумента. Да, ну заинтриговали. Да. Вот, 15 сентября у нас очень насыщенный день нашего открытия, поэтому, посмотрев, у нас будет два показа, значит, Белого леса спектакля, два показа спектакля «Сказка о царе Салтане». А затем мы следуем к нам в театр, в театр юного зрителя «Самартка», где будет показана как раз-таки «Одиссея». Вот экспериментальная сцена. Вот, ну и так завершится наш день, 15 сентября. Следующий день, 16 сентября, у нас будет показан как раз спектакль студии «Инклюзион», о котором мы говорили, «Юшка». Вот, и французский театр наш. Да, да, да. Как у вас хорошо получалось название говорить. Ну, вы же «Инклюзион». Да, вот. Значит, затем, на следующий день у нас будет кукольный спектакль для взрослых. Это у нас представляет его «Гоголь-центр» и музей «ГУЛАГа». Вот спектакль «Лауреат золотой маски». Вот у нас будет показан уже тоже в нашем театре на малой сцене «И дольше века длится день». Да, это пьеса Айтматова. Вот, значит, следующий у нас спектакль, спектакль путешествия театра из Воронежа «Как дети». Он будет представлен на площадке камерной сцены. Тоже очень интересный спектакль о том, как дети самоопределяются. То есть спектакль для взрослых 12+, ну, скажем так, условно, 12+, но о том, как человек вырастает и что с ним происходит. Как раз вот о вашем вопросе. Меняются ли люди? Какое важное дело. Но я хочу сказать, у нас просто одна минута остается до конца, поэтому программа вся, наверное, есть на сайте. Конечно, да. С ней можно подробно ознакомиться. Сейчас это всем просто сделать, поэтому, наверное, не стоит. Да, мы просто вот уже в программе, все в репке, да, мы ждем наших зрителей. Вот, будет интересно, будем удивлять, потому что все ждут, да, всех удивлений. Будут удивления и немало. Вот, и закрывать, конечно, будем наши Маугли, которые, как мы и закрывали, кстати, фестиваль на Окинаме, это очень почетно, закрывать фестиваль. И поэтому и у нас мы закрываем фестиваль. И будем надеяться, что реакция будет такая же, как в Японии. И все будут плакать тоже. Да, будут плакать. И от счастья и радости. Вот, и, кстати, у нас вот есть символ нашего Маугли. Такой значок. Вот, это, значит, цепи, которые присутствуют в декорациях. И красные вот такие платочки, которые, да, которые символизируют и любовь, и дружбу, и кровь. В общем, я хочу вам его подарить, чтобы вы тоже приобщились к нашей семье Маугли. Обязательно, спасибо огромное. Очень интересно, я сразу обратила внимание, это очень оригинально. Всем японским зрителям, всем раздавали, все принимали, просили еще. Но у нас, кстати, к сожалению, не было 400, да, как зрителей на очко. Но достались самым зрителям маленьким, самым активным, да, самым... Ждем нашим зрителям, словом. Да, да, это самое главное. То, для чего вы, собственно говоря, и работаете. Спасибо вам большое, успехов, прекрасных сезонов, хорошей отдачи от зрителя. Ярких впечатлений. И вам. Я желаю и зрителям тоже, горожанам, приходите. Мы все там увидимся. До свидания. Встречаемся на репке.